Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Кирилл Владимирович Иваниженко, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Московской области. Здравствуйте, Кирилл Владимирович! Рада вас видеть снова в нашей студии. А поговорим сегодня о деятельности контроля в сфере органов власти. Да, сегодня об этом. Почему выбрали именно эту тему? Насколько она актуальна именно сейчас? Ну, контроль органов власти, он всегда актуален, на самом деле, как бы к этому не относиться. И тему выбрали, потому что, наверное, хочется осветить по максимуму, а времени мало. Поэтому, я думаю, сейчас есть смысл рассказать уважаемым телезрителям. Может быть, коротко, но по максимуму и обо всем. А если будут какие-то вопросы, которые вам зададут, мы всегда готовы приехать и еще раз уделить этому достаточное время. Кирилл Владимирович, как часто поступают к вам жалобы на те или иные действия со стороны органов власти? Как часто вы рассматриваете именно такие обращения? Ну, здесь надо разделить. Есть два вида контроля со стороны органов власти. Глобальный их больше, конечно. Но тот, который, если совсем глобально делить, это долгая процедура. Процедура – это рассмотрение жалоб и заявлений, которые поступают на нарушение антимонопольного законодательства. В целом, скажем, принятие актов, согласованные действия, предоставление и непредоставление земельных участков, предоставление и непредоставление каких-то помещений, какие-то ограничения со стороны органов власти. Эта процедура долгая, она может занимать вплоть до года, если учитывать рассмотрение дел. А есть процедура короткая на торги. Если говорить про короткую процедуру, она наиболее актуальна на самом деле. У нас сейчас безумное количество жалоб, хотя… То есть по ней больше всего обращений? По ней больше обращений. Ну, это живой бизнес, грубо говоря. Если сравнивать с 44-м федеральным законом, ни для кого не секрет. Мне кажется, уже даже абсолютно рядовые и ваши телезрители, абсолютно люди, которые, казалось бы, не связаны ни с бизнесом, ни с чем, понимают, что такое закон о государственных закупках. И абсолютную аналогию ввели на все остальные торги. То есть на аренду земельных участков, на аренду продажу муниципального недвижимого имущества, на рассмотрение торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. И вот это вот все контролируется непосредственно делом, который находится в моем ведении. Получается, деятельность органов власти, она становится максимально прозрачной. И здесь что-то как-то скрыть или куда-то в сторону какую-то уйти практически невозможно. Потому что есть федеральная антимонопольная служба, которая сразу же автоматически все видит. Ну, я бы не сказал автоматически, но давайте все-таки нет еще такого триггера, там, бум, нарушения. Но тем не менее, это действительно показывает количество дел, рассмотренных в том числе. Говорит о том, что все под контролем. Глобально, да. На самом деле и здесь, наверное, стоит сделать такой некий реверанс в сторону коллег из правительства. Действительно, они тоже в этом заинтересованы. Мы очень плодотворно работаем именно над прозрачностью, простотой, доступностью и максимальной, как бы это слово кому не нравилось, формализацией всех торговых процедур. Практически все процедуры мы уже перевели, те, которые возможны, и надеюсь, что дадут возможность те, которые невозможно перевести в электронную форму. Электронная форма, соответственно, подразумевает в некоторых случаях, чаще всего это электронная площадка, там уже даже шаблоны есть. Там, где шаблонов нет, мы совместно с Комитетом по конкурентной политике разработали достаточно подробную, пошаговую и инструкцию, как заполнять заявки. И сами формы заявок там максимально прозрачны, доступны для скачивания, для редактирования, то есть вот для всего. То есть система делается именно так, чтобы было удобно. Но тем не менее, в какой из сфер больше всего промахов, если мы говорим о деятельности органов власти? Где еще больше всего нарушений вы являете? Это, конечно, сфера управления над квартирными домами. Там достаточно сложно все формализовать, и достаточно непростые были правила проведения самих этих конкурсов. И здесь, наверное, стоит сказать про некие свои заслуги на основании нашей практики. Совместно с ФАС России мы в конце 2018 года поменяли правила проведения торгов, путем принятия постановления правительства Российской Федерации, естественно, с участием Центрального аппарата, Федеральной антимонопольной службы, и по их предложениям, с учетом нашей практики. Там была рабочая группа. Но это система, которую достаточно сложно перевести в электронную форму. Хотя сейчас-то для этого все делается, и я надеюсь, что рано или поздно мы к этому тоже придем. Какие основные нарушения на торгах относительно МКД? Относительно многоквартирных домов – это, конечно, отклонение и недопуск участников к участию в торгах. Потому что форма заявки, которая установлена правительством Российской Федерации, она не то чтобы сложная, но она содержит, само правительство установило такую оговорку в правилах проведения конкурса, что если форма заявки не соответствует, соответственно, приложенному к правительству примеру, то подлежит отклонению участников глобально, чтобы было понимание уровень абсурда, до которого доходят некоторые коллеги из муниципальных образований вплоть до запятых. То есть запятая стоит не там. Ну, самый простой пример. Надо заполнять в соответствии с посрочными указаниями. Там написано «организационно-правая форма запятая», краткое наименование, полное наименование. И вот если ты не укажешь «общество с ограниченной ответственностью», не поставишь запятую, потом еще раз напишешь «общество с ограниченной ответственностью ромашка», потом поставишь там штрих обратный и не напишешь «о, ромашка», то тебя отклонят. Вот. Это абсурд в моем понимании. Но постановление написано так, что формально это закону соответствует. И это отклонение считается правомерным. Наша практика сложилась таким образом, что мы не признаем это нарушением, но всегда, как только появляются вот такие вещи, мы смотрим иные заявки, которых допустили. И выясняется, что, в общем-то, у них тоже запятая стоит не там. Были очень интересные попали. Почему-то они прошли дальше. Ну, абсолютно случайно, да. Ну, запятую не заметили, да. Ну, с кем не бывает. Соответственно, дальше включаетесь уже в работу вы, ваши специалисты. Как дальше раскручиваются события? Что происходит дальше? Разворачиваем. Соответственно, вот абсолютно на 180 говорим, «Ребят, здесь то же самое». Они говорят, ну, смотрите, там-то не указали форму правовую, организационную правовую форму, а здесь запятой не хватает. И мы пытаемся понять все время, спрашиваем, а где разница? Ну, то есть, вы говорите про формальный подход. Говорим, разница где? Разницы нет. И интересные баталии были в суде. Мы апеллировали тоже к какому-то там разуму и говорим, ну, смотрите, то есть, вот, заявка отклоняется, потому что организатору что-то непонятно. Ну, вот, действительно непонятно, наверное, и действительно, вот, там, пропущенное ООО, оно на что-то влияет. Ну, так и запятая, она тоже несет смысловую нагрузку, да, там, как знак припинания. И вот в суде мы это доказали, и поэтому... Ну, сейчас как-то будет эта система, да, меняется, она все-таки, вот, это норма. Она менялась. Норма не меняется, норма так осталась. Мы надеемся ее поменять, либо, как минимум, завести в электронку, но это уже на следующий год. А может быть и на два года, не знаю. Тут трудно прогнозировать. Но выбор перед органами власти очень простой. Ну, то есть, либо вы проводите торги... Честные. Да. Открытые. Адекватные, давайте скажем так, да. Они же все, они и так честные просто. Ну, здесь не заметили, а здесь заметили. Ну, с кем не бывает. Ну, правда же. Ну, просто ко всем правилам должны применяться в равной степени и одинаково. Да, либо вы их не проводите просто потому, что приходят к нам жалобы, и мы точно так же говорим, что этих тоже надо отклонить. Я, на самом деле, видел вот за 2-3 года, ну, наверное, только двое подали заявку с соблюдением всех требований, которые установлены. Ну, с этими запятыми, да, с ООО и прочим. Вот. Поэтому, ну, вот как только вопрос касается формы заявки, все, надо понимать, что как только поступает жалоба, вот абсолютно точно эти торги будут возвращены на этап рассмотрения заявок. То есть, ну, в принципе, в первую очередь, наверное, ты должен понимать эти компании, которые выходят на торговые площадки, то есть, в случае чего у них есть управление, федеральные антимонопольные службы, в Московской области они могут обратиться, и, соответственно, уже дальше вы рассмотрите действительно были ли нарушения, да, и, соответственно, поможете, ну, в той или иной ситуации. Да. Если говорить о проблемах на рынке многоквартирных домов, какие существуют на сегодняшний день? Самое глобальное, то, что сейчас вызывает, на самом деле, больше всего озабоченности с начала этого года, это применение органами местного самоуправления, вновь принятого постановления правительства Российской Федерации, номер 16.16.2018 года, о временном назначении временной управляющей компании. Речь идет о домах, которые остались без управления. Без управления – это значит, либо компания встала и ушла, ну, всякое бывает, разорилась, там, по каким-то причинам просто пишут, иногда действительно, бывает, пишут письма, мы сталкивались в практике, мы больше не будем управлять этим многоквартирным домом, нерентабельно, мы закрываемся, нам неинтересно, вот абсолютно любой предлог. Все, встала и ушла. Либо, если жители выбрали способ управления, ну, например, на общем собрании собрались, давайте будет управлять там ООО «Лютик», ООО «Лютик» приходит, причем «Лютик» перед этим не спрашивает. Приходит «Лютик», говорит, мы вас выбрали, а субъект говорит, ну, хорошо, у меня обязанностей нет в управлять, смотрит на состояние дома, говорит, нет, я к вам не пойду. Все, вот, соответственно, компания выбрана, но договорно заключать отказалась, либо жители по каким-то причинам передумали, вот тогда назначить временную управляющую компанию можно. Как правило, это актуально, конечно, для ветхого жилого фонда. В настоящее время ситуация несколько странная, в моем понимании, начала складываться. Органы местного самоуправления просто берут и назначают на достаточный объем домов, там от сотен идет счет. Есть муниципальное образование, где там по пять, по шесть сотен домов просто передавали в управление либо муниципальному унитарному предприятию, либо хозяйствующему субъекту с частной формой собственности, мотивирует и следующим. Ну, вот у нас есть жалобы от жителей на эту управляющую компанию. Мы знаем, что их штрафует ГЖИ. Они не размещают информацию в государственной информационной системе ЖКХ, например. Фактически, орган местного самоуправления подменяет собой ГЖИ. За соблюдением лицензионных требований следит ГЖИ. Применять меры административного воздействия в праве ГЖИ. Решать лицензии в праве суд. А орган местного самоуправления говорит, ну все. Типа, вот больше ты не управляешь. Управляет теперь наша компания. Ну, наша, я утрирую, да, та, которая в списке. Там тоже есть целые процедуры. Составляется список этих компаний заявительной. И по заявительному списку они туда включаются. И, естественно, это не тот способ, которым эти управляющие компании должны назначаться на квартирные дома. Ну, помимо того, что это рушит просто устоявшиеся экономические связи. Представляете, вот вами управляли. Потом обназначили вторую. Компания первая не ушла. Ну, и, соответственно, двойные платежки, неразбериха, да, там, с коммунальными ресурсами. Я по себе просто говорю, я попадал в такую ситуацию. Мало приятного. И приходит к нам, как правило, та компания, которую, ну, скажем так, выгнали, которую заменили, да, и говорит, ну, чего мы такого сделали, чтобы нас оттуда вот так вот выгнали. Вот, начинаем разбираться. Единственное, что мы не можем поправить это быстро в данном случае. Вот если в 18.1 на торгах мы это делаем в течение 7, максимум 14 рабочих дней, то здесь там целая процедура. То есть, первое, если документов недостаточно, мы делаем запрос. И срок рассмотрения может быть продлен совокупно на 3 месяца до 3 месяцев. Потом выдаем предупреждение. Предупреждение мы тоже не можем выдавать короткие сроки. Это все-таки управление над квартирными домами. Если это отопительный сезон, соответственно, мы говорим, примите законное решение по распоряжению этим домом. Если компанию лишили лицензии в жилищном кодексе, есть порядок, который вы должны соблюсти орган местного самоуправления, то есть созвать собрание. Если ничего не примут, организовать конкурс. Соответственно, это некая длительная процедура. 3 месяца. Но вот какое-то время, да, действительно, жителям придется потерпеть, пока орган местного самоуправления, если он с нами согласится с нашей позицией, примет все установленные законом действия. Если он не соглашается, и такие прецеденты есть. То есть, это и Химки, и Лосино-Петровский, и Богородский городской округ. То есть, действительно, это уже достаточная практика, чтобы говорить по общей озабоченности. Одинцова нет в списке. Надеюсь, и не будет, но не будем загадывать. Это может растянуться вплоть до 9 месяцев, пока мы будем рассматривать дело. Но это максимальный срок. Что происходит в этот момент с многоквартирным домом? Либо двойные платежки, либо это разрешается как-то путем того, что жители проявляют инициативу, уже, неправильно сказать, выкидывают на общем собрании, выбирают другую компанию, либо подтверждают полномочия той, которая назначена органами местного самоуправления. То есть, в принципе, часть успеха зависит от мобилизации жителей и принятия быстрого и единого решения. Ну, мне кажется, в этом все заинтересованы, в первую очередь, жители. Но это самое сложное. Как показывает практика, далеко не все жители многоквартирных домов, но это действительно так, готовы выходить на общие собрания, готовы обсуждать и участвовать вообще в жизни, управлении своим домом, как бы это банально ни звучало. Но, возможно, когда они сталкиваются с такими ситуациями, их это все-таки мобилизует, потому что что же будет с домом? Ну, это же выбор каждого, рано или поздно, ну, в моем понимании, гражданское общество, оно и должно так строиться. То есть, пока ты не поймешь, что бывает хуже, ты же ничего не начнешь делать. Ну, может быть, это неправильно, может быть, это там жестоко как-то и еще, но действительно. То есть, вот вы попали в ситуацию с двумя, там, тремя платежками, с перебоями, с коммуналкой, там, с тем, что у вас не вывозят мусор. Ну, дальше у вас два пути. Либо продолжать вот так же жить, да, либо все-таки что-то сделать. Ну, наверное, так и надо, да, строить гражданское общество. Ну, с учетом того, что есть органы, которые готовы помочь выстроить правильную систему и действительно на законных основаниях вернуть дому нормальное управление. Ну, конечно, это и мы, это и суд, это и ГЖИ. То есть, на самом деле, возможностей там законного, оперативного и максимально корректного и правильного реагирования их масса. Ну, главное, чтобы жители не отгораживались входными дверями и не считали, что вот территория за порогом уже их не касается. Кирилл Владимирович, какие существуют пробелы, проблемы на других торговых площадках, если мы уходим от МКД? Если уходить от многоквартирных домов, то земельный вопрос достаточно, я бы не сказал, проблемный, но иногда там возникают вопросы, связанные с невозможностью установления ограничений земельных участков каких-то. Это же важный момент, когда мы готовим конкурсную документацию и выставляем это все публично на торги, в законе требования, что помимо того, что ты должен указать, что ты торгуешь, ты еще должен указать, соответственно, вид разрешенного использования, все имеющиеся обременения и ограничения использования. И вот это все надо поставить на площадку и 30 суток минимум, да, это должно там висеть для ознакомления. И иной раз возникают интересные ситуации. Совсем недавно рассмотрели случай, когда в 97-м году было предоставлено право собственности на земельный участок. оно было зарегистрировано в моем понимании странно и не отражается почему-то в едином реестре прав на недвижимое имущество, но все подтверждающие документы есть. И когда человек выиграл, причем за достаточно большую сумму этот земельный участок, пришел, ему соседи сказали, ну тут как бы уже есть, кто строит, кто делает, кто владеет, подали нам жалобу, начали разбираться совместно с администрацией, они говорят, ну да, чего-то мы вот погорячились. Есть случаи, когда отторгуют земельный участок. Что происходит в таком случае? Ну в данном случае мы аннулировали торги, да, потому что администрация сказала, да, мы согласны на наше нарушение, просим аннулировать, но его не устранишь уже, то есть там есть протокол итоговый, там уже отторговались, все, договор не успели заключить, правда. Ну потому что вот он пришел на участок, говорит, я не буду заключать договор, тут уже кто-то есть. Вот, ну дальше либо суд, либо мы. Ну и в данном случае мы признали нарушение, конечно, сказали, что да, вы не проработали вопросы обеспечения публичной доступной информации и торги аннулировали. Хотя торги мы именно аннулируем, ну то есть вот прям убиваем совсем. Ну, даже, наверное, ни в одном процентах случаев этого на моей памяти первое или второе решение вот за весь год, хотя их уже порядка там 500 на жалоб нам поступило. Не на земельные участки, вообще на торги. А вот все-таки вы фиксируете рост, количество жалоб или некое снижение, вот что говорят цифры сегодня? В прошлом году, я думал, мы останемся в этой части без работы, ну потому что их было мало, порядка трех сотен. Вот, а в этом году, несмотря на пандемию, несмотря на на то, что все сидели дома достаточно долгое время, и торгов-то по сути не было. Может быть, именно поэтому было больше ошибок. Может быть, но вот сейчас их вот больше пяти сотен, да, на жалоб, и это еще год не кончился. Я думаю, к концу года там, ну, за шесть-семь сотен это перевалит. Вот, поэтому, ну это глобально, это на все торги, то есть это и многоквартирка, и аренда имущества, и земельные участки, и банкротство тоже мы рассматриваем. Вот, и приватизация, и, соответственно, недра, и вот это все-все-все. Если сегодня говорить об оценке деятельности органов местного самоуправления, органов власти в целом, да, по региону, то есть есть ли положительная динамика, и вот все-таки за последние годы стало ли в этой сфере более все четко и слажено? Да, есть положительная динамика, в этом, я думаю, во всяком случае помог такой институт, как предупреждение, то есть мы не возбуждаем сразу дела, мы по отдельным статьям выдаем некое предварительное заключение антимонопольного органа, что вот конкретные действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. И если с нами соглашаются и выполняют наше предупреждение, ну, там и административной ответственности нету, и дело не возбуждается. Ну, соответственно, вот это вот некие такое послабление в сторону органов власти, ну, мне кажется, абсолютно любой разумный руководитель, там, что орган местного самоуправления и для хозсубъектов, на самом деле, то же самое. Послушав свою юридическую службу, если ему действительно расскажут, что, ну, косякнули, вот, ну, он примет решение о том, что проще это исправить сейчас без последствий, чем выходить в эту долгую процедуру и потом еще судиться за административную ответственность. Там она достаточно серьезная вплоть до дисквалификации. Тем более, знаешь, что, ну, в общем-то, понимаешь, что действительно есть некое нарушение, да, и будет сложно выиграть, то есть все-таки сейчас правовое дело Федеральной антимонопольной службы достаточно сильный и очень сложно оспаривать ваши решения. Нет, ну, он вообще лучше и так-то. Вот, а глобально, ну, есть же практика, то есть я понимаю, когда не исполняют предупреждение по каким-то спорным вопросам. Ну, там действительно есть где копаться, надо формировать практику, и бывают случаи, когда и мы, не то чтобы неправы, у нас нету просто вот этого достаточного временного лага, чтобы комиссионно принять решение. И есть случаи, когда мы дела после неисполнения предупреждения даже прекращаем, ну, потому что там действительно его нет. Мы садимся, вот к нам приходят в антимонопольную службу, приходят, говорят, нет там нарушения. Окей, мы возбуждаем дело, собирается комиссия, собираются все заинтересованные стороны. Говорят, ну, теперь рассказывайте, почему нет. Сегодня рассказывают, почему нет. Ну, вот, там, с первого заседания, с третьего, с десятого, неважно, мы по всему объему документов принимаем решение, ну, да, действительно нет. Вот, ну, это эксклюзивные случаи, но они бывают. То есть у нас нету цели, там, карать всех. Есть практика, в которой мы понимаем, и которая уже сформировалась, и абсолютно бесполезна. Я бы сказала, что даже ваша миссия, по сути, помогать органам власти направлять их хозяйствующим субъектам. То есть, ну, действительно делать так, чтобы они меньше допускали ошибок, и все были равны на рынке. Если мы говорим о торгах, то на торгах. То есть, в общем-то, чтобы беспрепятственно любой желающий мог выйти и побороться за главный приз. Ну, назовем это так условно. Ну, глобальное равенство и общие условия. Да, то есть, ну, бизнес, он начинает развиваться там, где понятны правила игры, и где эти правила общие для всех. Я так иной раз думаю, что, в общем, ну, не буду говорить, что бизнес в России, но, наверное, мы одна из тех стран, в которых этого достаточно для того, чтобы бизнес рос. И это, наверное, скорее хороший показатель, потому что вот субсидии от государства, они требуются, субсидии и помощь, да, давайте так скажем, она требуется действительно в исключительных случаях, вот, как, опять же, этот коронавирус, да, преснопамятный. Вот, а так, ну, обеспечьте прозрачные, понятные правила игры, и все, и бизнес придет. То есть, поддержка поддержкой, ну, хотя бы вот какое-то вот общее такое, что-то прозрачное, что-то понятное, ну, мне кажется, это абсолютно человеческое такое понятие бизнеса, вот, социального общества не отличается. Спасибо, Кирилл Владимирович, надеюсь, что сегодня мы ответили на самые интересные вопросы. Спасибо. Спасибо вам, вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.